О подробностях задержания Савченко сегодня рассказал глава Луганской Народной Республики Валерий Болотов. Он дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту Артему Колу. Сейчас Артем на прямой связи со студией. Артем, здравствуй. Итак, при каких же все-таки обстоятельствах была задержана Надежда Савченко? Здравствуйте, Юрий. Ну да, действительно, эта женщина была задержана во время боя, который проходил на окраине Луганска в районе Металлиста, когда ополченцы смогли разбить батальон Айдара. Я напомню, что тогда погибло довольно-таки большое количество украинских военных и довольно-таки большое количество военных также попали в плен. Часть из них уже отпущена. Ну вот, Савченко, по поводу Савченко проводили специальное расследование, ведь ее подозревали в убийстве действительно наших коллег Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Но закончить это расследование в отношении Савченко, к сожалению, не удалось. Дело в том, что ей удалось сбежать из плена. Ну, я предлагаю послушать Валерия Болотова. Он подробно сегодня рассказал, как произошло это бегство из плена. Была наша диверсионная группа, которая захватила, вычислила ее как наводчицу. Ну, и при захвате и разгроме батальона Айдар, она также была в рядах вот этого формирования. При очередном авианалете, когда эвакуировались и ополченцы, естественно, мы пленных тоже эвакуировали в подвальные помещения и бомбоубежище. Вот, тогда был в этой суматохе, потому что бомбежка уже велась на тот момент. И тогда, естественно, никто не обратил внимания именно на женщину. Если бы на мужчину, естественно, бы его как-то определили. Ну, ей удалось сбежать, поэтому она пыталась пересекти российскую границу, где была арестована. Вот, хотелось бы добавить, что батальон Айдар неоднократно подозревали в расстреле мирных жителей. Впрочем, дело в том, что в поселке Металлист минометным обстрелом технично расстреливались дома мирных жителей. И довольно-таки большое количество людей погибло. До сих пор еще цифра устанавливается, сколько людей погибло тогда во время минометного обстрела бойцами батальона Айдар. Юрий. Артем, какая сейчас обстановка в Луганске и в пригородах? Юрий, сейчас очень сложная и довольно-таки тревожная обстановка в самом Луганске и в пригородах. Дело в том, что еще два часа назад только закончилась боевая тревога. Дело в том, что над самолетом сегодня почти весь день кружили украинские истребители Су-25, которые наносили бомбовые удары. В результате одного из таких авианалетов погибла женщина. Не исключено, сейчас будут поступать новые данные о погибших. Сейчас, конечно, украинские военные стараются, уже не первый день они пытаются попасть в здание городского военкомата, где находятся позиции ополченцев и где набирают в ополчение новобранцев. Собственно, туда и целились самолеты, но в результате чего снова погибают мирные жители. Почему-то украинские артиллеристы и летчики никак не могут точно попасть в здание военкомата, где и находится один из главных штабов ополчения. Собственно, в самом же городе сейчас, опять-таки, обстановка тревожная. Люди пытаются уехать, но при всем при этом уехать отсюда из города сложно, ведь одна из дорог жизни сейчас тоже находится под обстрелом украинских снайперов и украинской артиллерии. Это дорога на Краснодон, на КПП изваренная. Сегодня там с самого утра были бои и до сих пор непонятна ситуация о погибших и раненых. Сейчас, конечно, нам обещали в администрации Луганской Народной Республики рассказать о результатах сегодняшнего боя на границе с Российской Федерацией. Но пока приходят данные о том, что все-таки стрельба еще на границе ведется, а значит, мирным жителям отсюда из Луганска никак не уехать. При всем при этом ополченцы помогают жителям уезжать. Об этом также сегодня сказал и Валерий Болотов. Предлагаю послушать его слова по этому поводу. Страдает именно мирное население. Среди ополчения, в принципе, если в процентном соотношении, из 100, это процентов 20 только именно ополченцев, бойцов. Остальное все это являются убитые и раненые среди мирного населения. Одно из стратегических направлений оставит именно связь с Россией для гуманитарной, прежде всего, помощи и для вывода беженцев, которым требуется покинуть свои дома, которые дома разрушены, есть раненые и убитые, дети, старики. Поэтому, да, это наше стратегическое направление. Мы его удерживаем. Поступление гуманитарных грузов идет только через Российскую Федерацию. От Украины никакой помощи. Также, Юрий, хотел добавить, что на данную минуту, конечно, взрывов на окраинах города и в самом городе не слышно. Но все равно люди до сих пор боятся выходить на улицах. И, как видите, сейчас практически на центральных улицах простых прохожих нет. Юрий. Да, благодарю вас, Артем. Будем ждать от вас новой информации. Я напомню, на прямой связи из Луганска был наш корреспондент Артем Кол.